Как изучение Библии изменяет жизнь человека? Очень красивый пример. Я очень люблю одного из артистов России, это Михаил Боярский, наш такой русский д'Артаньян, такой знаете ли. И я был очень однажды удивлен, что этот человек с очень интересным прошлым. Его дедушка был православным реформатором, митрополитом православной обновленческой церкви Александром Боярским, который был расстрелян в 1937 году. И Михаил об этом рассказывал как-то в одном из последних интервью своих. Я слежу за его творчеством, его передвижениями. И, вы знаете ли, однажды я прочел такую статью, рассказ, свидетельство одного, как бы, не свидетельство, а интервью с одним из деятелей театра. Так вот, и искусство российского. И вот он был в кризисе однажды большом и был близок к смерти, к самоубийству. И он однажды решил с Михаилом поговорить на эту тему. Он не мог никому больше другому открыться. И он открыл ему свое сердце и сказал, что так и так, что он близок к тому, чтобы покончить с собой. И Миша, вот, обнял меня и сказал, вот, читай Евангелие, хотя бы по одной главе в день, вот, Новый Завет, возьми себе и читай хотя бы по одной главе. Мне, вот, это помогло и тебе поможет. И знаете ли, и потом этот артист народно сказал так, что, вот, то, что Миша мне сказал, вот, это мне помогло на самом деле. Я стал человек по одной главе в день. Вначале без чувства и совершенно не вникает, не мог понять ничего. Потом я стал вникать уже, мне стало неинтересно уже. И вот это, у меня все мысли, говорит, улетучились о самоубийстве и мне захотелось жить, говорит. Я скажу, это простой пример. Я таких примеров очень много знаю. Когда писание меняет жизнь человека вообще кардинально. Вообще, писание, оно именно Богу духовновенно. И эта Богу духовновенность не только исторически можно проверить, проследить, а именно практически в реальной жизни настоящего христианина, каждого настоящего верующего. Прокомментируйте такую мысль. Когда человек говорит с Богом, это молитва, а когда Бог говорит с человеком, это шизофрения. Я помню такое высказывание. И, по-моему, один из заравинов наших киевских, он это говорил, аж доросальных. Но, в общем-то, я считаю, это совершенно неверная мысль. Это красивая, так вот, ну, можно посмеяться, но она не библейская, а совершенно антибиблейская. Потому что молитва – это общение, это разговор с Богом, это не монолог, а это диалог. И вся Библия полна примеров. У нас не хватит времени. Мы можем всю Библию и от Ветхова до Нового Завета перелистать и увидеть сотни примеров, когда не просто человек говорит к Богу, но когда Бог говорит к человеку. И, в общем-то, скажу, что это нормально для человека не только просить, но и получать просимое. Не только говорить к Богу что-то, но и услышать Божий ответ. Конечно же, не всегда это бывает голосом, не всегда это бывает как-то сверхъестественно. Очень часто это бывает естественно, так что даже многие люди это путают и думают, что это просто совпадение, просто вот так фортуна повернул с ним лицом или как-то еще. Нет, на самом-то деле Божий ответ есть, Бог есть, и Он, ищущим Его, воздает. И я думаю, что миллионы, и без всякого привлечения, миллионы и миллионы христиан сегодня, ныне здравствующих, могут об этом в разных конфессиях, в разных динаминациях сказать, что это так оно и есть. Хорошо, тогда как в таком случае отличить голос Бога от человеческой фантазии, либо какого-то безумия? Кстати, у Пасла Санда есть об этом даже и материал очень неплохой проповеди, как слышит голос Бога. Я скажу, что в разных конфессиях люди озадачены этим вопросом, и есть много об этом и Антонио Сурожского, митрополита лондонского, есть и у Александра Меня про Терея, есть очень прекрасно об этом статьи. Есть в разных конфессиях как бы люди, проповедники, которые этим вопросом занимаются. Я скажу так, что из своего опыта духовного, скажу, что как не ошибиться, на мой взгляд, мне это помогло в жизни, по крайней мере, думаю, и вам поможет, что то, что ты слышишь или то, что ты принимаешь как бы от Бога, надо проверить это Божьим Словом, именно Библией. Потому что Бог, он не будет противоречить самому себе. Если он прежде говорил что-то, то и сказанное сегодня оно будет в том же, знаете ли, тоне. Это Библия, для нас это как камертон определенный даже. Если что-то открытое человеку противоречит духу и букве Писания, это и сложное откровение. Об этом говорил еще в 19 столетии митрополит московский Платон, извиняюсь, митрополит московский Филарет Дроздов. Филарет Дроздов, свидетель, он канонизирован русской православной церковью, утверждал, что то предание, которое противоречит духу и букве Писания, является ложным преданием. А то, что не противоречит духу и букве Писания, является истинным преданием церкви. И также, не только на уровне церкви, но также и на уровне индивидуальном, личностном уровне, то откровение, что противоречит духу и букве Писания, является ложным, и его просто необходимо именно отверждать. Бог, он и сегодня говорит нам через обстоятельства, говорит через слово свое, через Библию, говорит через других людей. И очень важно слышать его, правильно слышать, не только иметь уши, но и слышать Бога, и исполнять Слово Божие, Библия Государя и Блаженства. Почему Благослужение в Церкви Посольства Божьей многие сравнивают с эстрадным концертом? Потому что это очень странно для многих наших обывателей служение. Многие наши привыкли люди видеть заунылое служение, лишь такое, знаете ли, как бы даже, я скажу, чуть ли не клапбичинское, простите, такое служение. Это кажется людям и топили, что вот так можно Бога проставлять. На самом-то деле Библия полна примеров очень разного служения, разнообразного служения. Хвалить Бога и в танцах, как написано в Библии, и с тимпанами, значит, там, на трубах, на органе. То есть хвалить Бога разнообразно, как царь Давид, он скакал, он танцевал перед Богом. И, в общем-то, знаете ли, формы служения, они могут быть различны, формы сами служения. Главное, чтобы мы Бога проставляли. И неважно, мы стоим на коленях ли, или же пляшем, танцуем перед Богом. Мы стоим на ногах своих или сидим на стуле. Самое главное положение нашего сердца и нашего духа. Обращаемся ли мы к Богу. И что мы имеем в виду? Потому что религия – это форма лишённого содержания, как ещё Алексей Литяк, кстати, очень метко заметил в своё время. Лишённая форма, форма бессодержания, как выеденное лицо, как мавзолей. Знаете ли, но сама вера – это есть жизнь. Знаете ли, есть у Лескова красивая сказка. Однажды один князь путешествовал по миру, и он прибыл на необитаемый остров. И там всё-таки обитало три мужика. И он спросил их, ну, мужики, как живёте? Ну, живём, хлеб жуём. Как же вы вообще дальше? Богу молитесь? Молимся, князь. Ну, мы молимся, как мы можем. Трое нас, трое вас. Помилуй нас. Князь говорит, да вы что, мужики? Вы хотя бы отче наш, там, значит, веру, что-то выучите, что-то, какую-то молитву церковную. Он их обучал, обучал, и сел на корабль, и уплыл. И только отплывает от острова, слышит, сзади бегут эти три мужика по воде и кричат. Трое нас, трое вас, помилуй нас, трое нас, трое вас, помилуй нас. Подбегать к кораблю, говорит, князь, мы забыли молитву дальше, напомни нам, пожалуйста. Князь почесал её за то и говорит, эй, мужики, как вы молились, так и молитесь. Ваша молитва слышна Богом. И вот Николай Рисков, написав этот сказ, резюмировал, что важно не даже слова, важно даже не форма какая-то, а важно именно само содержание. Насколько мы искренни перед Богом. И Бог от твоей искренности он слышит и видит. Слава Богу. В местописании Малахия, 3 глава, с 8 по 11 стих, речь идёт о десятинах и приношениях. Что это такое, почему, ну, зачем Богу деньги, он говорит, что вы обкрадываете меня дестинными приношениями, зачем Богу деньги, и ну, как это объяснить в современном контексте, потому что очень много вопросов касательно протестантских церквей, наверное, и остальных динаминаций, ну, деньги есть, как бы, камнем преткновения в отношении к церквям. Да, деньги и церковь. Вообще, деньги – это очень важная составляющая всей жизни нашей. Недаром большинство ссор в семьях, даже психологи это утверждают, именно из-за финансов. Большинство разводов так или иначе связано с финансами. И в этом мире, знаете ли, большинство всех проблем, они так или иначе связаны с деньгами. Библия утверждает очень чётко и ясно, что корень всех зол – серебролюбие. То есть всё зло в этом мире, так или иначе, оно имеет своим фундаментом любовь к деньгам. Поэтому, наверное, и люди, смотря на церковь, тоже пытаются негатив определённый найти. И негатив в чём? В первую голову, конечно, в финансах, в деньгах. И скажу так, что, чтобы рассеять сразу все, значит, недоумения, недоумения, скажу, что православная церковь имеет в самом своём основании некоторые фундаментальные учения. И, на мой взгляд, как бы это будет удивлением для многих, может быть, наших обывателей, но один из фундаментальных камней таких православия является учение «Десятине». В общем-то, сегодня, конечно, многие уделятся, наши обыватели, но скажу, что даже самый первый храм на Руси каменный, не деревянный временный, а уже постоянный каменный, он был назван «Десятиной церковью». Он был построен на десятины князей, на десятины, простите, киевлян, крещённых в 1988 году. И содержался этот храм исключительно лишь на десятины великих князей киевских. И десятина была всегда на Руси именно обязательным таким, знаете ли, к сожалению, это было неким церковным налогом. К сожалению, священники не учили, как правило, за редким исключением, что такое десятина, для чего она нужна. Не было проповедено Слово Божье. К сожалению, как вот Николай Лесков правильно заметил ещё в XIX столетии, что Русь была, говорит, крещена, но не просвещена. А о самом крестителе, князе Владимире, сказал тот же самый Николай Лесков следующее. Он принял христианство, говорит, но не принял Христа. К сожалению, вот это непросвещенное, знаете ли, лапотное такое христианство, к сожалению, вот это христианство без Христа, это стало характерным. И вот учение Десятине, оно фактически отсутствовало, вот именно как учение библейское, а больше как учение человеческое. Это было неким налогом. И до самого начала 1917 года это было обязательным для всех православного исповедания граждан Российской империи. Вначале княжества российского, потом царства, потом уже империя российской. Допустим, если вы работали на производстве дореволюционной России, то 10% вашей заработной платы, они автоматически, как правило, даже минуя ваши руки, они шли в церковную кассу. С остальных 90% брались все налоги государственные. В своде законов Российской империи Десятина называлась Святой Негосподней. И даже государственными налогами не облагалась. Цена никак. Десятая часть шла первая в церковь, а с остальных 90%, я говорю, брались государственные налоги, штрафы, вычеты и прочее. И эта система работала очень серьезно. Допустим, если в 19-м и начале 20-го столетия, если мы были, допустим, купцы, бизнесмены, и заключали контракт, и мы оба были православные, то в контракте оговаривалось обязательно строкой Десятина со всех доходов. И эти доходы также не облагались налогами, значит, эта Десятина не облагалась налогами никак. И она шла сразу же, по заключению, значит, именно завершения сделки, она шла именно в церковь. И платили все Десятину, от простого крестьянина и до государя-императора. В общем-то, церковь православная была очень богатой в то время, но, к сожалению, свои богатства, эти миллионы многие, не потратила на Слово Божье, проповедь, Евангелие, а лишь на личностное обогащение. И, ну, к чему греха таить, жиру бесились многие батюшки. Пьянство было огульное, разгульная жизнь, как правило, за редким исключением, к сожалению. Об этом говорят очень многие историки и тогдашние, и да и сегодняшние. И, знаете ли, это очень прискорбно, что так все получилось. Церковь православная имела потрясающие уникальные возможности проповеди Слова Божьего, но и сама не проповедовала, и проповедующим воспрещала. Это очень опасная ситуация, и суды Божьи вскоре над православием глянули. Но, так вот, вернемся к теме. Значит, Александр Керенский, председатель первого демократического правительства в России, в начале 2017 года одним из первых своих распоряжений, ввел впервые в истории России принцип доброохотности, добровольности в десятинах. И это была сенсация настоящая, потому что никто к этому не был готов, фактически. Народ был не обучен никак, и фактически перестал давать десятину. В Петрограде тогдашнем на протяжении более чем полугода, значит, 17-го года до Октябрьского переворота, когда большевики захватили власть в государстве, ну, именно в столице. Так вот, за это время меньше 3%, если не ошибаюсь, и сейчас даже 2% лишь населения давало десятину. То есть, о чем это говорит? Что более 90% однозначно населения давало десятину из-под палки, насильно, по принуждению, недобровольно, недоброохотно. Это было грехом. И пишут историки также следующее, что в военном ведомстве было отмечено следующее, что, значит, рядовой состав и младший офицерский состав фактически перестал давать десятину. За редким исключением, очень редким. Верными в десятине оказались генералы, адмиралы, высокопоставленные чиновники, сенаторы, значит, тогдашние. И также все члены Временного правительства были верными в десятине, включая Александра Керенского, он об этом писал в своих воспоминаниях уже в последующее время. Так вот, и, кстати, в Петрограде, насколько я помню, сейчас тоже десятинами именно были верными в десятинах лишь высокопоставленные особы, дворянское сословие, купечество частью. Значит, и это говорит о чем, что чаще всего наш народ имел просто из-под палки десятину, но не под доброходно, а это проклятие, потому что Бог, Он любит именно доброходно дающего, осознанно, сознательно дающего, человека, который имеет это, на самом деле, убеждением своим, а не просто из-под палки. Насильным имел не будешь, знаете ли. Каждый православный храм по всей России, по всей Российской империи имел специальные книги, где фиксировались рождения, не было раньше ЗАГСов, как таковых, фиксировались рождения, фиксировались в том числе и десятины обязательно, значит, и неверность в десятине или утаивание десятины расценивалось как государственное уголовное преступление и наказывалось штрафами, тюремным заключением, лишением прав многих и понижением по службе. И для, допустим, любой чиновник государственный или офицер, кадет, будущий офицер, если он продвигался по службе, то он был обязан в своем храме, где он был приписан, где он являлся членом, членство церкви было обязательным. Священник не мог притечать другого православного человека с другого храма, без специальной справки с того храма прежнего. Была очень строгая система. И, так вот, для продвижения по службе, допустим, нужна была справка, в том числе и о десятинах. То есть, если священник, выписывая справку, отмечал в этой справке, что человек был улечен, допустим, жандармским управлением и священником лично, что в неверности в десятинах, утаивании десятин, то это был конец карьеры. Потому что чиновник не имел возможности продвинуться по службе, ни в коем разе. Его держали на его прежней работе, но не повышали уже. Вот, значит, и вопрос в чем сейчас? Сложный вопрос очень даже. Потому что после прихода большевиков к власти церковь была не только отделена от государства, церковь была преследуема. И это все наложилось в отпечаток. Сталин, Иосиф, диктатор 20-го столетия, тиран, один из самых мрачных таких личностей в истории нашей, он запретил десятину, как таковую вообще. Он отменил десятину в православной церкви, возрождая православие под контрольным государственным, НКВД, структурам государственным, он распорядился финансовую часть церкви изменить до неузнаваемости. С его лихоруки действительно была запрещена. И в том числе даже под уголовным преследованием. Как именно противление власти советской. Значит, церковь перестраивалась финансово очень серьезно. Вообще скажу так, где сокровища, там и сердце. И если в финансах церковь неправильно что-то поставила, этот отпечаток на всю духовность, ее дальнейшую наложат обязательно. Это сто процентов. И православие пошло путем Каиновым. Это российское православие. Это очень прискорбно, к сожалению. Пришло проклятие настоящее. Потому что Сталин распорядился, по сути, его сатрапы, будем так говорить, НКВДшники, распорядились, по сути, в церкви вести грех. Продажи таинств, продажи обрядов, богослужений. И с тех пор в храмах мы многих видим такие таксы вывешенные. Знаете ли, крещение стоит столько-то отпевания, столько-то венчания, столько-то это позор. Вообще-то по уставу православному это делать категорически воспрещается. Допустим, до революции священники, увлеченные в подобном, даже намеки на какое-то вознаграждение определенное за подобное действие, именно таинство церкви в частности, или обряд какой-то церкви, сурово наказывались отстранением от службы на некоторое время. А при повторном, значит, увлечении пожизненно лишали священного сана. И были прецеденты в Бессарабии, в Молдове, в Румынии, были прецеденты, когда священники рассылали по монастырям, по селам монастырским прейскуранты, примерно в сумму вознаграждения за какие-то требы. Этих настоятели сняли с должностей, это было в начале 20-го столетия, в конце 19-го столетия. Их поснимали с должностей и отправили в отдаленные сибирские монастыри на исправление, как простых монахов. И священный сенот в Петербурге тогда категорически запретил подобное деяние. И сегодня, прошло много лет уже, да, сегодня свобода, слава Богу, сегодня пали коммунистические эти застенки, знаете ли, тирания, но с другой стороны в сознании, знаете ли, людей, еще все это осталось. И сегодня очень сложно православным христианам вернуть вот это все, тем более, что как такового даже и не было библейского имена учения о десятине. Сегодня у патриарха Кирилла в Москве, допустим, советники, многие предлагают вернуть десятину, но даже в Госдуме Российской, в парламенте Российском, было предложено именно вернуть десятину для всех православных, православных веросповеданий российских граждан Российской Федерации. Но буквально при первом же рассмотрении проект забраковали, потому что в таком случае резонно заметили и КПРФ, и другие фракции, что пришлось бы делить российское общество по конфессиональному тогда признаку тогда бы. И тем более, что священники сами же заметили, что это в таком случае большой козырь против протестантов пропадал бы тогда, потому что у стихтоведов, как бы сегодняшних, пользующихся невежеством людским, как бы против протестантов такое есть утверждение, такое совершенно глупое, необоснованное, что вот так вот так, что вот у протестантов есть десятина, а у нас нет. У нас она есть, потому что у нас она пренебрегаема. И как учение есть. Я предлагаю православию вернуть учение, библейское нормальное учение десятине, и отказаться от наследия сталинизма, продажи этих таинств, от симонии, конкретного греха, в котором до сегодняшнего дня живет не только Московский Париархат, но, к сожалению, и большей частью и Киевский Париархат, и автокефальная украинская церковь. Хотя в украинских вот этих церквях национальных сегодня все-таки в этом плане больше порядочности, и многие священники, епископы отказываются от пагубной системы, такой тлетворной системы именно продажи таинств и обрядов церкви. Поэтому необходимо вернуться на самом деле на библейское учение и в храмах учить людей, что такое десятина, и как правильно, и как верным быть в этом. Потому что человек, который не верен в десятине пожитвания, он очень большая вероятность из того, что он будет в проблеме именно сребролюбия, любостяжания, в которой есть то же самое, что и долопогонство. И спина у меня уже закончилась. О, я, у меня тоже. О, я, я. Можно тоже. Так, ух. Да вы что, время уже 100 метров. У нас салфеточки, кстати, отсвячены. Да вы что? Да, свидетельство рассказывает. У меня лёдочка приходит одна. У меня это просто салфеточки, но у меня это просто салфеточки. Олег, это не... Такая проблема, что плечевой сустав у него не выходит. Да. Вот она говорит. Вышел плечевой сустав, она вызвала спорную. Мы нацелали существовать. dewстанете. Продолжение следует...